Дорогая Церковь, братья и сестры, мы скажем слава нашему Господу! Я прочитаю из книги Исход, 2-я лава, с 1-го стиха. Некто из племени Львина пошел и взял себе жену из того же племени. «Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца, но, не могши доли скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». Братья и сестры, как уже сегодня нам сказали, у нас будет молитва за деток, которые Господь даровал. И сердце наше радуется, когда детки рождаются, когда подрастают. Мы видим, заключаясь завет с Господом и стараются устроить свою семью. И самое главное, братья и сестры, с Господом. Сегодня этот мир нам предлагает совсем другое. Но один автор сказал такие слова. «Без Бога не можем мы жить, без Бога не можем любить, без Бога мертва вся земля, без Бога мертвы ты и я». «Дорогой друг, брат и сестра, каждый, кто в этом собрании, в этом мире, счастья нету и благословения нету. Мы знаем, где благословение, и оно у Господа. И Господь дает благословение тем, которые просят Его, нуждаются и делают все, чтобы получить это благословение. Да, на земле будут трудности, переживания, какие-то, знаете, такие, может быть, искушения, испытания. Мы все находимся на этом пути. Но написано, «И возвал однажды я вис Богу и сказал, Господи, благослови меня, устрой мой путь, и пусть рука Твоя охраняет меня, чтобы я не горевал». И написано, «И Господь не спасал того, чего Он просил». Слава нашему Господу! Братья и сестры, благословение написано, оно обогащает и печали не приносит. И как бы хотелось, чтобы тех детей, которые сегодня родители вынесут, чтобы их благословил Господь. И сегодня, братья и сестры, мы все с вами задаемся вопросом детям, что с ними будет. Братья и сестры, я прочитал одну историю, где Библия говорит о том, у Якова было 12 сыновей, но написано, один уже был там в Египте. Яков берет своих 11 сыновей и идет также туда, в Египет. И написано, когда они пришли туда, их было 70 человек, а Иосиф уже там был. Братья и сестры, шли годы. И написано, этот народ умножился, усилился. И когда царь Египетский посмотрел на народ израильский, братья и сестры, и задался вопросом, что с ними делать. Размножаются, усиливаются, и решил, что сделать. И говорит своему народу, братья и сестры, чтобы заставили народ израильский работать. И очень тяжело работать. И написано, и они работали. И уже, братья и сестры, было им тяжело работать. Но Библия говорит о том, что они дальше и умножались, и усиливались, и работа не останавливала их. И царь снова посмотрел, что с ними делать. Вдруг придет война, они сильнее нас, победят нас. Ничего не мог с ними сделать. Братья и сестры, и дальше снова решил, что с ними делать. И дает повеление. Дает повеление. Говорит, если будет рождаться сын, умершляйте. А если дочь, оставляйте в живых. И зовут тех повивальных бабок. И написано, говорят им, делайте так и так. Если будет рождаться сын, бросайте его в реку. А если дочь, оставляйте в живых. Но написано, повивальные бабки не делали так. Боялись Господа. И написано, Господь устроял дамы их. Слава нашему Господу. Братья и сестры, но пришло время, когда написано, родился Моисей. Этот написан, Библия говорит о нем. Библия родился очень красив. И мать скрывала его три месяца. И больше уже не могла скрывать его. Что дальше делать с ним? И Библия говорит, не мог шедоле скрывать его. Взяла корзинку из тростника. Осмолила ее асфальтом, смолою. Положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его встала вдали. И наблюдать, что с ним будет. Братья и сестры, одна мама пришла в дом и посмотрела в комнату своей дочери. И говорит, что с нею будет. Говорит, я смотрю, она погибает. Она оттуда не выходит. И часами, и днями, что с нее будет. Братья и сестры, одна мама также плакала много за своего сына. И написано, она, когда, помню, рассказывала, долго плакала, молилась, постилась. И думала, что будет с ее сыном. А другая сестра говорит, церкви уже не молись за него. С него уже ничего не будет. Братья и сестры, так бывает в нашей жизни, когда мы посмотрим на наших детей и думаем, что с ними будет. Написано, сестра Моисеева, братья и сестры, там посмотрела на ту корзинку, посмотрела на того, можно сказать, брата своего и наблюдала, что с ним будет. Братья и сестры, мы с вами живем в тяжелое время. Время непростое. Время, когда мы видим царь, его тактика не поменялась. У него одна цель – украсть, убить их, погубить. И все законы этого мира не работают на созидание, но наоборот, для разрушения, для разрушения семьи. И сегодня эти законы издаются, пишутся, братья и сестры, но, видимо, мама сделала все то, что могла. Братья и сестры, родила, три месяца скрывала его и дольше уже не могла скрывать его. Сделала ту корзинку, осмолила асфальтом и смолою и поставила туда, на ту реку. Братья и сестры, что с ним будет дальше? Но Библия говорит, что с ним будет. Годы прошли, и реку проплыл. Братья и сестры, я думаю, много хищников было там. И все думали, и сестра думала и наблюдала, что с ним будет. Братья и сестры, но Библия говорит о том, этот человек, который там находился в опасности и думали, может быть, уже не выживет. Братья и сестры, но стал вождем народа Божьего. Слава нашему Господу! Братья и сестры, если мы в нашей жизни сделаем все то, что требуется от нас, Господь сохранит наших детей. Библия говорит о другой маме, когда она была выгнана с дома, и написано, Авраам дал ей там и поесть, и воды дал в мех, и вышла туда в пустыню со своим отроком. Братья и сестры, я думаю, эта мама также наблюдала и думала, а что с ним будет? Вода закончилась в мехе, оставила его там под кустом, и уже не могла смотреть, как умирает отрок, и написано, пришел туда Бог, и услышал голос отрока, и говорит, Агарь, Агарь, не плачь, встань! И написано, когда она открыла глазам, и увидела колодец с водою, и напоила отрока. Слава нашему Господу! А может быть, в жизни своей братья и сестры думала, что с ним будет? Конец пришел, нету никакого выхода, братья и сестры, сегодня выход есть, и сегодня для нас дорога для каждого разная, у кого-то легче, у кого-то тяжелее, и впереди детей наших дорога, братья и сестры, но главное нам предоставить все Господу, и отдать наших детей в руки Божьи, да Дух Святой возвещает, время тяжелое идет, и мы не знаем, что ждет наших детей, братья и сестры, и что будет с нашими детьми, мы не знаем, но мы знаем одно, есть Господь, и есть Дух Святой, и есть Его Слово, и Господь сказал, я своих верных сохраню, братья и сестры, Он сказал, я на своих, я поставил знак, и тому врагу скажу, не тронь, братья и сестры, что будет с нашими детьми, я думаю, родители думали тоже, когда отправляли своих детей туда, в Вавилон, и написано, Седрах, Месахи, Авдинага, братья и сестры, что с ними будет, но Господь их сохранил, родители сделали все то, что могли, и жизнью своей, и делами, и молитвами, и словами, все придали в руки Божьи, братья и сестры, а что будет с Даниилом, отца нема, матери нема, что с ним будет, братья и сестры, родители придали их в руки Божьи, и может думали, как они там, что с ними будет, братья и сестры, так и мы, сегодня перед нами молитва, и мы, братья и сестры, будем наших детей отдавать в руки Господа, как некогда, я думаю, и Янадав, и Рихав, думали, что будет с ихними детьми, придут жизнью испытания, придет в жизни пустыня, как они поступят, как они будут поступать в жизни своей, куда они обратятся, налево, направо, какой путь изберут, какую дорогу выберут дальше, братья и сестры, что с ними будет, и написано, Библия говорит о том, сестра наблюдала, братья и сестры, мы сделаем все, для того, чтобы дети, которых нам даровал Господь, чтобы их благословил Господь, и Библия говорит о том, да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, и дочери наши, как искусно изваянные столпы в их чертогах, братья и сестры, и Библия говорит о том, блажен народ, у которого Господь есть Бог, поэтому, да благословит нас Господь, мы будем готовиться к молитве, сейчас будет псалом, и во время псалма, родители, которые вы приготовили, ваших деток, вы можете пройти сюда, братья возьмут, и мы все обратимся к Господу, придадим их в руки Божьи, чтобы милующая и благословляющая рука было над ними. Давайте мы все встанем, и, пожалуйста, псалом. Продолжение следует...